О, сейчас мы крутой звук послушаем. Арсенков, пошел. Он так все вот так вот, блин, а чё ж у нас так на выставке-то все плохо звучало? Чё, чё, чё? Опять я, да? Подожди, подожди. Чё, я и ты тоже будешь здесь? Ну, ладно. КОНЕЦ Значит, в качестве источника у нас, в данном сетапе выступает аппарат фирмы NAME, линейка Unity. Данная модель является старшей, называется NOVA. Выходная мощность 2 по 80 Вт. На борту усилитель в классе АБ, как я уже сказал, 80 Вт, 8 Ом, на 8 Ом. Стример можно управлять при помощи приложения из телефона, планшета. Можно также пользоваться, как бы, телефоном в качестве источника. Подгружается любой контент в качестве флешек любой файловой системы. Можно по Ethernet-у сервер. Да, в принципе, всё, что угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По своей сути, эта система «Всё в одном», которая отвечает всем требованиям на сегодняшний день. То есть компания NAME разработала специальную эту линейку, для того, чтобы объединить все возможности в одном корпусе. Ну, стоимость достаточно большая для данного размера. Он порядка 400 тысяч стоит. Но, тем не менее, если данный звук разложить на компоненты, то система получится немножко дороже, чем тот компонент, который вы видите перед глазами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В комплекте идёт радиочастотный пульт управления. Вот такой новый современный пульт. Чем он хорош? Он имеет двухстороннюю радиочастоту. Англичане не любят располагать компоненты перед собой. Они располагают либо сбоку, либо сзади. Поэтому... Сбоку? А у нас что-то я не слышал такое. Да, они не любят. Вот, например, компания NAME никогда не ставит компоненты между колонками. Никогда. Они всегда ставят либо сбоку, либо сзади. Ага. И... Тут, кстати, вот такую легенду я не знал. Они всегда все свои компоненты при демонстрации размещают по бокам. У данного устройства пульт работает без ИК. Он по радиочастоте. Вы можете им управлять в любом направлении. Для того, чтобы его прописать к одному устройству, даже достаточно нажать кнопочку Home. Вот так вот. Подержать 3 секунды. Он ее прописывает. Все. Он увидел, что только этот пульт может управлять только этим устройством. И если я буду менять громкость на пульте, вы видите, она меняется на пульте. Мы видим, какой уровень громкости на данном этапе. И то же самое происходит. Вот такая красота. И то же самое происходит на самом аппарате. Вот смотрите, здесь она уходит, и там она тоже убавляется. Прибавляем, она прибавляется. Это сделано для того, чтобы человек, не зная, где находится аппарат, мог по пульту определить, какая громкость у него на данный момент. Это удобно. То есть она постоянно держится? Не так, что крутанул или обратная связь? Обратная связь. Они взаимодействуют. Режим засыпания. Хотите разбудить, потрясли, он проснулся. Это, опять же, энергосбережение для двух батареек. Даже четырех, я забыл, простите. Размера 3А, четыре батарейки. Чтобы они служили как можно дольше, пульт засыпает. То же самое, кстати, происходит и с самим устройством. То есть если запустить контент с обложкой, то если к аппарату не подходить, он будет высвечивать обложку в полном размере. Если мы захотим посмотреть, какой контент играет название, файловый битрейт, то подойти и провести ему сверху можно, и у него появляется маленькое информационное окно, где пишут всю информацию о самом файле. Субтитры сделал DimaTorzok Гаджет на сегодняшний день очень удобен. Внешних антенн здесь не предусмотрено, потому как производитель все внешние антенны, Wi-Fi и Bluetooth расположил между ребрами радиатора. Их не видно, но тем не менее они расстановлены не видно. Ну да, вот все спрятано. Немножко о ручке громкости. Данная ручка громкости пришла из модели NAME Statement. Это самый дорогой усилитель, который сделала компания NAME. Ручка громкости очень им понравилась. Она была разработана специально для того усилителя, но так как она получилась очень успешной, и эту ручку громкости они перенесли на NAME Unity новая, ну во всю линейку Unity. И тем самым очень удобно ею пользоваться. Вы крутите только кольцо. Тут вращается кольцо. Оно текстильно очень удобно. Тактильно. Тактильно очень удобно, да. На самом деле она очень красивая. Вот это вот самое главное. Она еще не очень играет для таких размеров. Вполне прилично. Дизайн вписывается. Дисплей 5-дюймовый, но, к сожалению, не сенсорный. Потому что сенсорный это накладывает некие сложности на теплопровод. Даже дело не в этом. Если вот такой дисплей сенсорный будет, он слишком глянцевый, он будет очень сильно заляпываться. Вот поэтому это непрактично все-таки. Что еще? Ну, в принципе, по усилителям все очень просто. На нем славится своими усилителям, поэтому, в принципе, акустику можно подключать абсолютно любую. Дисплей 5-дюймовый, но, к сожалению, не сенсорный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok